Финальный матч игрового дня встречается у нас Дюж-7. Каким составом? Вторым или первым? Дюж-7-2 и легенда. Добрый день, дорогие друзья. Вот у нас в завершающем противостоянии второго игрового дня встречаются друг с другом команды Дюж-7-2 и легенда физики Золочевского района Харьковской области. Никита есть! Никита есть! Никита есть! Раз! Два! Сбить! Никита! Глазовый! Скажу, Никита есть! Да, у нас... Скажем так, что... О том, как эти команды стартовали на нынешнем турнире, буквально несколько слов необходимо сказать. И если предыдущая дуэль, которой играли между собой команды ЦПТО-3 и Феникс, это была очная дуэль победителей первого игрового дня, то в этом матче встречаются... Ну, я бы не сказал, что неудачники, но все-таки команды, которые потерпели поражение в ходе стартового игрового дня. Сам Антуаз! Олег! И теперь они... Антон здесь! Антон здесь! Вот, да. Ну, я бы сказал так, что по прошлому матчу команда легенда создала о себе легенду неустопчивой команды. Она боролась до последнего, хотя и проигрывала сопернику. Да, несмотря на итоговое поражение со счетом 1-10, ну, казалось бы, все-таки такой серьезный результат, можно говорить о том, что ни для кого из и теперешних, и будущих соперников она не будет подарком. И вот уже по первым минутам как раз это утверждение подтверждается. Команду уже обменяли с опасными эпизодами и у одних, и у других ворот. Вот, ну, фактически это тоже такой, скажем так, негласный еще один матч за третье место в группе, по сути. А почему именно так? А все исходя из того, что мы уже с вами являемся свидетелями матча. Сегодня это был первый матч, в котором играли представители группы Де, это «Бдюш Волна» и «Штурм». И вот теперь, как говорится, на финише уже этого игрового дня еще один поединок, очень интересный. Ну, вот еще одна интрига, которая остается до сих пор, скажем так, очень актуальной. Вот мы видели то, что сегодня «Штурм» пропустил первые мячи, а теперь еще одна интрига, забьет ли команда «Дюш 7-2» первые голы, и когда это произойдет. Насколько мы помним, «Штурм» пропустил гол еще в первом тайме, и как-то вот эта интрига очень так быстро постепенно улетучилась. Но в отношении соперничающих команд, можно сказать, что они уже с первых минут отдают предпочтение действиям комбинационным. Уже и вратари тоже вступили в игру. Хотя, не знаю, как тем, кто наблюдает за этой игрой. Я думаю, что максимум своих голов они пропустили в первом туре, на двоих 17 мячей все-таки. Но тут такого количества голов в их очной дуэли, мне кажется, что вряд ли так предвидится на самом деле. Ну, можем мы, конечно, и ошибаться. Я приглашаю к микрофону еще раз Алексея Солдатенко. Наверняка Алексей еще под впечатлением предыдущего матча, в котором участвовал «Феникс». И тренеры после матча в интервью согласились с тем, что вот именно этот матч между командами «ЦПТО-3» и «Феникс» на данный момент сейчас пока самый лучший матч, самый такой зрелищный на турнире. Ну, однозначно я согласен с тренерами. Мы были в потрясающем матче. Однозначно это сейчас, наверное, думаю, лучший матч за два игровых дня. Две очень сильные команды, два очень сильных тренера. Учители и ученик играли друг с другом. Очень хороший подбор исполнителей. Игра, которая держала в напряжении со стартового свистка и до последних секунд. И мы поблагодарили и одну команду, и другую за тот праздник и за то удовольствие, которое они нам доставили этим матчем. Я думаю, что ничья – справедливый результат этой игры. Кстати, это вторая уже игра 2-2 на нашем турнире. И до этого, до матча «Феникса», я думаю, та ничья была лучшим матчем турнира. Матч открытия «Арсенал» и «Дюж-7». Отвечая на твои вопросы, думаю, отвечу два раза утвердительно. Во-первых, да, однозначно «Дюж-7-2» забьет сегодня. Я даже в этом не сомневаюсь. И «Легенда» забьет. Я думаю, что нас ждет веселая, нескучная игра. И я думаю, голов тоже будет, наверное, немало здесь. Потому что, видишь, команды очень быстро переходят в центр поля. Постараются много атаковать, создавать много моментов. Поэтому я думаю, что без голов мы тут не останемся. Мне бы, со своей стороны, хотелось бы увидеть такую очень результативную игру. Типа 4-4 или 5-5. Все, конечно, возможно. А в таком поединке действительно может быть все что угодно. Ну, скажу так, что действительно ЦПТУ-3 и «Феникс» все-таки эту планку подняли на высокий уровень. И теперь, так или иначе, любой матч сравниваешь с противостоянием предыдущим. И с матчем между «Арсеналом-1» и «Дюж-7-1», тоже стартовым поединком. Ну, наверное, у нас в рейтинге все будут лучшие матчи, которые будут заканчиваться со счетом 2-2, скорее всего, я так понимаю. Ну, дай бог, ну, во-первых, надо сказать, что играли одни из фаворитов турнира. Все-таки и ЦПТУ-3, и «Феникс» – это одни из главных претендентов на победу. И думаю, что это команды, которые выйдут в плей-офф. Ну, а потом, ну, вот просто представьте себе, допустим, если бы это был финал. Это было бы настоящее украшение. 2-2 ничья, такой острый матч, послематчевые пенальти. Ну, что еще можно, да, пожелать. И прекрасные соперники, достойные друг друга, и очень активные болельщики. То есть, ну, все было в этом матче. Я думаю, больше сотни болельщиков у нас сегодня этот матч собрал. Ну, я думаю, что вот команда ЦПТУ-3 «Феникс» как раз и показали прообраз того раунда плей-офф, который мы все с нетерпением ждем. И еще раз скажу, что эти игры начнутся 3-го июня. А вот и пал еще один, скажем так, рекорд, да? Я тебе обещал, джюш 7-2, открыл счет своим забитым мячам на этом турнире. Ну, теперь, я думаю, и легенда забьет. Да, мы тут с Виталием пытались свою легенду создать до начала этого матча, да? Легенда состояла в том, сколько же мячей мы увидим. Ну, и опять же, возвращаясь к матчу, скажем, топовому сегодняшнему, я думаю, что, вот по твоему мнению, Алексей, кому все-таки на руку сегодня оказалась вот эта ничья? Кому больше на руку? В принципе, теоретические шансы неплохие. Сохраняет «Арсенал-2». Подожди, они первый матч... У «Арсенала-2» осталось играть «Феникс». Да, первую игру они играли, они проиграли, да? Один-четырингу. Ну, тогда, собственно, в этой группе «Арсенал-2» уже не имеет шансов на выход в следующий круг, да? Я так понимаю, у них три очка, у «Феникса» уже четыре, и у «ЦПТО-3» тоже четыре, да. То есть, а вторая в этой группе команда, четвертая команда? «Пятихатки». «Пятихатки» тоже сегодня проиграла, да? Да. Ну, то есть, у «Арсенала» нет, у «Арсенала» есть шансы обыграть «Феникс», и тогда они попадают в четвертьфинал. Да, вот такие интересные расклады. Ну, напомню, что «Арсенал» одержал победу со счетом 4-0 на «ДФК» «Пятихатки». Ну, там была фактически борьба до последних секунд, счет 1-0 держался до 47-й минуты, до 46-го, до 47-й минуты. Ну, и потом «Арсенал» свои шансы реализовал в конце этого матча. Хотя я бы не был так категоричен в отношении команды в этой группе, где играет ПТУ «Трифеникс». Еще ни одна команда не гарантировала себе место в четвертьфинале. И пока еще, я думаю, что до последней игры не гарантирует пока еще никто. Ну, это то, о чем я говорил, что единственная команда, которая потеряла шансы на выход, это «Пятихатки». Вот. А у «Арсенала-2» сохраняются шансы на выход в плей-офф, но для этого, конечно, им нужно обыгрывать «Феникс». И причем ничья в матче с «Фениксом», я так думаю, эту команду не устроит. Только победа. Только победа, да. Ну, а тем временем, я хочу сказать, раз мы вспомнили «ФК Пятихатки», то вот у нас уже и появилась первая команда, которая будет участвовать в борьбе за Кубок «Надежда». «ФК Пятихатки», вне зависимости от результата последнего тура, заняла четвертое место в своей группе. Опять же, благодаря, в кавычках, вот этому ничейному исходу между «ЦПТО-3» и «Фениксом». Ну, там они уже, я думаю, будут дерзать. Сегодняшняя игра показала, что они могут побороться, реально побороться за Кубок «Надежда». Очень-очень приятное впечатление произвела команда «ФК Пятихаток» сегодня. И я обратил внимание, ну, конечно, за исключением болельщиков «Арсенала». Здесь было много, как бы, нейтральных болельщиков, тех, кто ждал игры своих команд. И как прониклись все симпатии, конечно, к этим мальчишкам из «Пятихаток», из «Пятихаток», которые, ну, так отчаянно, так бились до самого конца. И как они расстроились из этого поражения. Но своей игрой они, конечно, доставили удовольствие сегодня всем. Просто после поражения 1-14 никто не ожидал, что они так достойно. Мы наблюдаем забитый гол от команды «Легенда». Тоже то, о чем мы говорим, что и «Легенда» тоже забьет сейчас. Мы можем, в принципе, рассказывать, что будет твориться дальше на поле. Делать любые предсказания. Да, делать любые предсказания сегодня. И при этом для того, чтобы делать эти предсказания, нам совершенно ни «Осьминог» не нужен, ни «Черепаха», ни «Кто». Да? Мы сами можем, в принципе, разобраться и четко предсказать, чем эта игра закончится. Я вообще вот… Столкновение в середине поля. Олег, Олег, сиди! Подымись, Олег! Я вообще за результативную ничью. Я уже об этом говорил. Ну, может быть, ну, я скажу так, более реалистичен. Четыре-четыре или пять-пять все-таки. Ну, тоже такая диагональ напрашивалась. И не прошла. Прошла бы сейчас диагональ, и был бы очень опасный выход. И возможность выйти вперед у «Дюш-7-2». Ну, я хочу сказать, что вот сегодня вратарь ЦПТО-3 Алексей Кенета, ну, так, очень наглядно показал, что он является действительно лучшим вратарем. Не зря получил приз лучшего вратаря на предыдущем турнире. Хотя сегодня и Вова Лазеба тоже выручал не один раз. Сегодня вратари вообще были в ударе. Это мое такое мнение. Мы сегодня увидели, во-первых, прекрасную игру двух вратарей в этом матче, достойных друг друга. Ну, и увидели, конечно, очень грамотную и зрелую игру команд. Причем важно, что в этой игре была видна тренерская мысль. То есть это был не просто там футбол бей-беги, а обе команды пытались играть в свой футбол. Этот футбол был абсолютно четко понятен, и красивые комбинации, и высокие скорости с первой до последней минуты, и страсть. Все было в этом матче. Ну, мне еще, скажем так, отрадно вообще для Феникса то, что на турнире в парке Горького ЦПТО-3 в семи матчах пропустило всего три мяча. А Феникс сегодня в одной игре сумел два мяча забить, правильно? То есть тоже это говорит о том, что ведь команде ЦПТО-3 не так легко забить гол. Ну, в сегодняшнем матче любая победившая команда ЦПТО-3 или Феникс могли себе обеспечить уже первое место в группе, поэтому ставки были высоки. А теперь все будет решаться. Помнишь, как мы говорили, что волна будет решать в одной из групп? И у нас легенда выходит вперед 2-1. Да, но, как я и говорил, скучно не будет. Сколько радости доставляет это вратарю легенды. Я это уже скажу даже, это уже не легенда, это уже реальность, потому что счет стал 2-1. Игра продолжается. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Вот, хотелось бы еще такой вопрос задать. Сегодня это была не только игра учителя и ученика, сегодня это была игра тактик, значит, своеобразные такие шахматы. Вот, по твоему мнению, Алексей, несмотря на ничейный исход, все-таки у кого был, скажем так, перевес и кто до последнего момента держал, вот, скажем так, под угрозой королевы, если уже шахматными такими терминами оперировать? Было очень важно, кто забьет первый гол. Вот, Феник забил первый гол и первый тайм выиграл, но затем удалось футболистам ЦПТО перехватить инициативу, не опустить руки и забить два мяча быстро во втором тайме. И тогда инициатива полностью перешла к игрокам ЦПТО. В какой-то момент очень сильное психологическое напряжение было, но вот эта вот игра рукой, ну, фол последней надежды, своей штрафной, пенальти хладнокровно реализованные Ване и Коньковым. Счет 2-2 и затем, мне кажется, игра была равная, моменты были у той и у другой команды. И в конце мы видели, что, в принципе, уже команды были готовы на ничью, для них было важнее удержать этот ничейный счет, нежели рискнуть и, вероятно, там, иметь вероятность пропустить. Вот, поэтому, но по своему накалу, конечно, это был потрясающий матч сегодня. Ну, я бы выделил таких два ключевых момента. Значит, первый момент это то, что при счете 2-1 в пользу ЦПТО-3, значит, Вова Лазеба вытащил два очень сложных мяча, а вот пропусти тогда Феникс третий гол. Я думаю, что сегодня бы успех ребята в зеленых футболках праздновали бы, скорее всего. ЦПТО такая команда, у которой 2-2 даже мяча отыграть очень сложно. На турнире в Золочеве, где мы с ними играем, у нас это сделать не получилось. Вот, поэтому надо понять, что команду очень-очень серьезно поддерживают болельщики. Группа поддержки, наверное, самая активная у нас на чемпионате. И играть под таким давлением, таким прессингом, конечно, любой команде будет очень сложно. Да, ну, это вот один момент, на который я обратил внимание. Ну, и второй момент, это та классическая комбинация, которая привела, собственно говоря, к 6-метровому удару. И затем уже тому, что счет Феникс сравнял. Да, ну, по идее, там можно было обойтись и без пенальти, а забить гол и сделать счет 2-2. Ну, скажем так, Феникс еще буквально где-то на минутку интригу эту поддержал. И в итоге сумел сравнять счет. Но в отношении 10-метровых ударов, вот мы видим, что на нынешнем турнире это редкий случай. Назначение 6-метрового удара. Это первый раз, да, по-моему, пробивали пенальти. Ну, тем более радует, что в такой игре, чтобы не было никаких разговоров. Ну, это был стопроцентный пенальти, удар в пустые ворота, игра рукой. Но, тем не менее, я думаю, в том моменте, конечно, можно было забивать. Но очень короткая скамейка запасных у Феникса и у первой и второй команды. Всего фактически два человека на замене, из которых два человека играли сегодня в матче по регламенту за вторую команду. И оба травмированы. Поэтому, конечно, с кадровой проблемой Феникса, по сравнению с длинной скамейкой запасных ЦПТО-3, они, конечно, давали о себе знать. Да, и чуть не забыл еще такой третий ключевой момент. Вот мы сейчас похвалили все-таки ребята из ЦПТО-3. Но не будем забывать, что в первом тайме, вот насколько своевременно, при счете 1-0 еще в пользу Феникса, игрок ЦПТО-3 с ленточки вынес мяч из пустых ворот. Это вот, то есть, опять мы сейчас начинаем вспоминать эти эпизоды, которые были у одних и у других ворот. Я соглашусь, да, наверняка ничья это самый справедливый исход, который мог быть. И наверняка как будто было бы обидно в таком матче сегодня проиграть. Ну, я бы был не против, чтобы это была репетиция финала. И, кстати, не исключено, мне бы хотелось, чтобы так это и было. Понятно, я не могу тут быть полностью объективен. Я болею за Феникс. И мне бы хотелось, чтобы Феникс играл в финале. Я как организатору турнира, мне бы хотелось, чтобы этот финал был яркий и напряженный. И я думаю, что Феникс, ЦПТО – это очень хорошая вывеска могла быть. Но надо сказать, что любую из этих команд с одинаковым успехом может заменить и Дюж-Волна, и Дюж-13, да, и некоторые другие команды, которые выйдут в плей-офф. Поэтому, я думаю, что нас ждет очень-очень интересная стадия четвертьфиналов и все, что дальше за ней последует. Ну, я понимаю, мы находимся сейчас под влиянием и впечатлением прошлой игры, но надо вернуться нам сейчас к нынешнему матчу. Да, возвращаемся мы, кстати, к матчу. В котором тоже все складывается очень интересно. Легенда повела в счете 2-1. И мы видим, что и одна, и вторая команда сделали выводы, получили уроки, провели работу над ошибками. Мы видим совершенно другой футбол, живой, активный, со множеством моментов, где очень трудно отдать сейчас предпочтение одной из команд. Обе много атакуют, обе создают много моментов, бьют по воротам. И в последнее время у вратаря Дюсша 7-2 много работы, но он с ней блестяще справляется. То есть, по сути, я скажу, что в этом матче может определиться соперник. Да. Вот команда еще одна, которая будет в компании СФК Пятихатки оспаривать Кубок Надежды. Ну, в зависимости от результата сегодняшнего матча вполне уже немножко ситуация в этом прояснится тогда. Да, но сегодня, скажем так, а вот кто у нас сегодня герои игрового дня? Ну, так сразу, конечно, тяжело определить, если это касается команд. Я вот для себя сегодня, например, отмечу две победы Арсенала с общим счетом 28-0. Так у нас получается? Я не обращаю большого внимания на матч Арсенала 1-1 волна, потому что, ну, в принципе, абсолютно разного уровня команды. И не совсем мне понятно, вот эта вот гонка, давайте побольше забьем волне. Вот, наверное, в случае с таким 3-2-2 становится счет. Ну, вот видишь, еще 2-2 и будет все, как ты предполагал, 4-4. Вот, поэтому, ну, навряд ли можно эту победу, как бы, так серьезно отмечать. Хотя Арсенал сыграл достаточно неплохо. А вот вторая команда Арсенала, конечно, провела напряженный, хороший матч с пятихатками. И две команды сыграли здорово и подарили нам всем интригу до самого конца. Вот, ну, удалось в самом конце матча Арсеналу додавить своих соперников, потому что еще за несколько минут до финального свистка все было непонятно в этом матче. Вот, ну, это то, что касается героев дня. Я для себя героев дня вот вижу ребят из пятихаток. И ребят из пятихаток, ребят из футбольной школы Харькова, как они здорово бились, как они хотели, при том, что многие из них в два раза меньше по росту, чем игроки соперников. Но сколько было желания, сколько страсти. И опять же, ну, можно, конечно, пойти по стандартной схеме. Герои дня – это те, кто выиграл и те, кто победители. Но мне кажется, этот турнир, он все-таки праздник спорта и духа. И вот отмечая вот этот самый дух, мы просто не можем не говорить о ребятах из футбольного клуба Пятихатки, о ребятах из футбольной школы Харьков, которые сегодня просто… Да, они проиграли те и другие, но они просто своим желанием, своим стремлением подкупают тут всех болельщиков. И как все невольно начинают их поддерживать и болеть за них, и желать им успехов. Ну, я скажу так, что тоже внимательно наблюдал за матчем с участием ФК Пятихатки. Мое мнение, сегодня вполне возможно им не хватило тренерской руки Василия Сухомлинова. Вполне возможно где-то там провести ротацию состава. Ну, хотя был его помощник, тоже он сегодня руководил действиями команды. И было видно, что все-таки финальную часть матча они, к сожалению, провалили сегодня. Там, правда, и арсенал нужно похвалить, потому что они не до этого тоже активно атаковали. Вот я, например, для себя на данный момент, вот именно на эту минуту, эту секунду, вижу, на мой взгляд, четырех фаворитов, которых, в принципе, могу назвать. Помимо команд СПТО-3 и Феникс, которых мы уже назвали, для меня фаворитами являются Дюш Волна и Дюш Валки еще. Вот эти две команды. Да, 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 я забыл упомянуть Дюш Валки. В финале это был бы тоже яркий финал, попади туда эта команда. Ну, она туда и может попасть. Вот, но как бы мы сейчас не гадали, как бы не предполагали, я думаю, ты согласился, что четвертьфинальные матчи, они подарят нам много классного футбола, много интриги, много страсти, накала. И я просто приглашаю всех смотреть в дни плей-офф за играми не только своей команды, но и остальных, потому что вы получите, ну, огромное удовольствие. Уже сейчас понятно, как бы играться в ПТО-3 и Феникс, это была пристрелка. Она как бы показала, какими будут матчи со стадии плей-офф, потому что команды такого же уровня выйдут и из других групп. Ну, я скажу даже больше. Есть у меня такое подозрение, что, может быть, даже некоторые четвертьфинальные матчи могут стать интереснее с полуфиналов и финальных вообще поединков. Такое вполне возможно быть. Мы, во-первых, не знаем, кто там будет играть, какие команды сойдутся еще друг с другом. Настолько непредсказуемый. Вот, опять же говорю, известно, по сути, пока только одна позиция. То, что ФК Пятихатки будут оспаривать Кубок Надежды. Все. Остальные позиции еще будут разыгрываться в ходе заключительного дня группового раунда. Тогда уже все четко определится, станут известные пары четвертьфиналов. И это здорово. Это здорово, да. Но, в конце концов, за непредсказуемость мы футбол и любим. Детский футбол, он сам по себе непредсказуемый. Здесь могут быть совершенно любые, даже самые сенсационные результаты. И команды, на которые ты никогда не ставишь, могут преподнести сюрприз. Посмотрите, как здорово сегодня сыграла Балаклея в матче против Феникса 2007. Просто здорово. Как классно сегодня играли Пятихатки. Кто мог этого ожидать после разгромного поражения от Феникса. Просто здорово. Просто классную игру они сегодня показали. Да, они проиграли. Но, учитывая то, какого уровня тренер работает с этой командой, я думаю, что буквально пройдет какое-то время. И это будет очень высокого качества команда. Да, согласен с этим полностью. Безусловно, сегодня было несколько таких напряженных и интересных игр. Но стоит еще сказать о том, что понравилось другое. Как вот игроки из Балаклея, вот давал уже интервью один, скажем так, игрок сегодня другой. Они все хотят стать обладателями золотого мяча. Вот кого не спроси. А это значит, говорит о том, что у них самые высокие цели стоят перед собой. Ну, только так и должно быть в этом возрасте, мне кажется. Кто из детей не мечтает о том, чтобы играть в Лиге чемпионов, в лучших клубах мира. И это правильно, хорошо, когда дети об этом мечтают. Это задача нас, взрослых, дать возможности им эти мечты осуществить. И даже если в конечном итоге эти дети с возрастом выберут не футбол, а что-то другое своей областью деятельности, я вообще считаю, что задача родителей всячески поддерживать своих детей в их мечтах. И, собственно, и турнир он для того и есть, дать детям почувствовать себя такими, знаешь, героями. Пусть они будут героями уже сегодня, а станут они играть на самом высоком мировом уровне и будут завоевывать золотые мячи, я думаю, нам будет просто всем от этого очень приятно. Ну, а тем временем 3-2 легенда выходит вперед. Все как мы и планировали, все весело, все здорово в этом матче. Ну и, я так понимаю, если следовать твоему прогнозу, то еще 3 гола нас ожидают. Один гол легенды и два гола дюжь 7-2, да? Нет, ну, может быть, еще 5 мячей, потому что был еще прогноз 5-5, вполне и такое возможно. Но здесь обе команды, значит, очень... Во-первых, отмечу то, что они не боятся идти вперед. Вот, если в предыдущем матче, опять же, ну, мы волей или не волей обращаемся к матчу между ЦПТО-3 и Фениксом, там команды больше, скажем так, в большей степени тактически подкованы. Конечно, не в обиду нынешним соперникам, но так оно и есть на самом деле. И как-то вот больше в тактической схеме играли, которую им ставил тренер, рассказывал, как поступать. Здесь больше желания, здесь больше, значит, одержать победу. Вот мы уже сегодня, кстати, да, опять же, вспоминая, видели в деле Баварию, да? Сейчас мы смотрим, как играет Дортманская Баруся. Вот и Феникс, и ЦПТО-3, которые сегодня выдали такой яркий матч, это, опять же, команды со схожей судьбой. Феникс – это дети, которые в своих предыдущих командах сидели на скамейке и считались как бы игроками второго плана, второго сорта. И в ЦПТО-3 играют дети, которые не нашли свое место, ну, в их случае в Дюж-13. То есть очень схожая судьба у этих двух команд. И они сегодня нам продемонстрировали, каких результатов могут добиваться дети, на которых кто-то там поставил крест или кто-то повесил ярлык, что это дети скамейки запасных, и они вечные запасные. Вот сегодня две команды бывших вечных запасных выдали матч достойный финала. И практически они это делают в каждой своей очной игре. Поэтому еще в первом игровом туре я уже анонсировал эту игру. Феникс – ЦПТО-3. Было понятно, что это будет матч самого высокого уровня. Кстати, как это ни странно, но выдав такой вот замечательный матч, они на этой самой скамейке запасных могут оставить арсенал потом в итоге, да? Вполне возможно. Могут, но вот обратите внимание, какие страсти бушевали на поле, как команды бились, как родители, вот, как только прозвучал финальный свисток, дети подошли, пожали друг другу руки, поблагодарили друг друга за игру, взрослые пожали друг другу руки и поздравили друг друга с хорошей игрой. И это то, к чему мы и стремились, чтобы команды дружили между собой. Мы соперники на поле, но мы друзья за его пределами. Кстати, сегодня, по-моему, уже второй матч, да, в котором Феникс не проиграл ЦПТО-3, я так понимаю, да? Да, да, в одном из матчей Феникс выиграл, это был самый первый матч, 3-3-1, да, или 3-2 на рождественском кубке Феникс выиграл, тогда в итоге он этот кубок выиграл. 2-1, если я не ошибаюсь. 2-1, да. Вот, а сегодня вот была ничья. Ну, матчи с ЦПТО всегда так складываются, для Феникса тяжело, и надеюсь, что для ЦПТО матчи с Фениксом тоже складываются непросто. Ну, а мы возвращаемся к нашему матчу. Последние минуты, значит, проходят все-таки таким спеременным успехом. Игроки и игроки легенды более активны, мне так кажется. Все-таки атакуют ворота соперников. Но, опять же, многие... Этот комментарий тренера был прекрасен, я не могу о нем сказать, что случилось. Он спрашивает игрока своей команды, тут ему отвечают, он взял меня за руку, тренер говорит, ну, конечно, он хотел в ЗАГС тебя отвезти. У нас сегодня, кстати, если брать эти крылатые фразы, это уже какая по счету, Виталий? Уже вторая, да? Первая по счету, кстати, вот Алексей, возможно, возможно, ты не слышал, это вот Николай Владимирович Кравченко говорит своему игроку, ты что, говорит, на Канарах отдыхаешь? Ну, вот это да. На Канарах, да, я это слышал. Ну, Николай, он известный, известный тренер такой, как Гамула, вот, как Квартианы, вот, вот, но, наверное, у нас уже можно сделать передачу вокруг смехов, в которой бы принимали участие тренер и команд участник. Ну, это, это хорошо, когда тренер может разрядить атмосферу, не унижая при этом детей и не самоутверждая за их счет. Вот, и я рад, что вот у нас на турнире во всех 16 командах отношения между детьми и тренерами, они очень тактичные, очень грамотные, и, ну, это 4-2. Все, осталось, я так понимаю, два гола, Дюж 7-2. Вот. Уже в названии этой команды в конце написано, сколько голов они должны забить еще в сегодняшнем матче. Я вообще думал, что это количество пропущенных, но, видите, ошибся. Нет, там просто в названии уже счет, с которым эта команда хочет заканчивать все игры. 7-2. А первая команда хочет их заканчивать со счетом 7-1. Да, ну. Ну, гораздо помернее, амбициознее аппетита в этом плане у Дюж 13-0-7. Тут уже кабала пошла. Да. Я скажу, что они первый шаг на этом пути сделали, когда сыграли 10-3 с Балаклея, да, в первом туре. Ну, насчет того, забьют они 13 или нет. Хотя, кто знает, посмотрим еще, да. А вот обратите внимание, что сегодня может быть, как интересно, все три команды из области могут одержать сегодня победы. Валки сегодня свою игру выиграли, Балаклея свою игру сегодня выиграла. И сейчас легенда из висков близка к тому, чтобы взять три очка. И тогда мы можем сказать, что команды областные сегодня собрали очень хороший стопроцентный результат. Да, вполне такое возможно, хотя еще играть достаточно времени во втором тайме к соперникам. Но вот уже вырисовалось преимущество ребят в черных футболках, команда легенда. Они более активно. И вот, опять же, возвращаясь к тому разговору, который уже был в предыдущих репортажах, вот, зачастую возникают и курьезные моменты. Сегодня мы видели не один такой курьезный момент. И то, как вратарь догоняет мяч, который у него уже за спиной. Вот. И то, как вратарь там потерял ворота, пропустил гол. То есть разные были ситуации такие иногда курьезные. Вспоминается, как на одном из турниров вратарь даже забросил мяч в собственные ворота. Я думаю, Алексей, ты помнишь, о ком идет эта речь сейчас, да? Вот. Поэтому были, были разные такие эпизоды. И мы вот с Виталием, кстати, сегодня обговаривали то, что может такую рубрику создать, нарочно-то не придумаешь, и туда эти все курьезы как раз и поместить. Я представляю себе объем монтажа, который Виталий должен сделать в кратчайшие сроки. Но, может быть, эти курьезные моменты войдут в обзоры матча. Матчи каждых команд. Наверняка. И останутся. Здесь эти моменты нужно сразу уже во время матча маркировать. Да, да, да. Но вместе с тем это здорово. Прошло всего два игровых дня этого турнира, а он уже обрастает историями какими-то такими смешными и такими очень страстными моментами. Ну, это здорово, потому что к этому мы и стремились. Это должен быть праздник. Какой же праздник без… Так, ну все, тут могли тебя сейчас футболисты из Фиськов подвести, забить пятый гол. И тогда уже бы мы на прогноз Виталия ориентировались. А 4-4 тогда уже никак бы. Ну, посмотрим. Ну, мое мнение такое. Пусть забивают обе команды. Чем интереснее, чем результативнее игра, тем они больше эмоций позитивных получают. Все-таки… Ну, тем не менее, им тоже проигрывать не хочется. Хоть бы мы там и говорили, что, например, для той же команды «Волна», вот, и при соответствующем подходе они там через какое-то время покажут хороший результат. Хочется в это верить. Ну, а реальность для них какова? Вот они сыграли два матча, пропустили в общей сложности 33 гола уже, да, так получается? Я разговаривал сегодня с Денисом Даниловым после игры. Он, конечно, выглядел очень расстроенным и подавленным, и родители выглядели расстроенным. Ну, я сказал ему, что он может, конечно, дозаявить несколько игроков, если он хочет, но мне понравилась его позиция. Нет, мы будем играть этим составом, нам очень важно наигрывать именно этот состав. Вот, и это правильный подход, мы говорили об этом во время матча «Волны», что если каких-то результатов команда хочет добиться с детьми, находясь в самом начале своего пути, то от таких болезненных поражений никуда не денешься. И это просто этап, через который надо пройти. Верить в своих детей, поддерживать их, как это происходило во многих командах, как это происходило в «Фениксе», как это происходило в «ЦПТО-3». Вот, в матче этих двух команд. А зная, кстати, вот возвращаясь к сегодняшней игре, зная высокие бойцовые качества команды «Дюж-7-2», я бы на месте легенды не успокаивал с этим преимуществом два мяча, потому что «Дюж-7» может преподнести любой сюрприз. Мы помним на недавнем турнире, когда они играли с «Дюж-Волной» и по всем игровым показателям им проиграли, но при этом закончили игру в ничью 2-2. Это была, скажем, одна из таких мини-сенсаций была на том турнире. Это, кстати, тот турнир, который «Дюж-Волна» выиграла, между прочим. Кстати, так даже «Волна» проиграла и «Штурму», с которым она сегодня играла. То есть для «Волны» этот турнир вообще, в принципе, какой-то ностальгический в этом плане получается. Но в этот раз «Волна» уже таких слабостей не допускала. Очень собрано, пока команда идет по турниру. Ну и совершенно понятно, что цели перед этой командой состоят сейчас самые высокие. Я думаю, что эта команда небезосновательно рассчитывает повторить свой прошлогодний успех и выиграть кубок. Но они выиграли не кубок памяти Ланевского, а не выиграли осенний кубок «Плариум Украин». Но это одного уровня, одного плана турнира. Поэтому мы можем тоже его упоминать. А если я так не ошибаюсь, то первый турнир памяти Бориса Ланевского. Кто на нем победу одержал? Сокол, вот, вот, точно. И тогда я хочу сказать, что я помню этот финал. Это же было по пенальти. Сокол выиграл только по пенальти в этом матче. Я скажу больше. Там матч закончился в ничью 6-6 тогда. Или 5-5. 6-6. Да, это был вообще бомбовый финал, так по моему мнению. Потому что редко в финальных матчах забивают такое количество голов. А тут 6-6. Да еще и серия пенальти. Причем такая еще длительная серия пенальти. Ну вот, да. Сейчас легенда могла опять разрушить твой прогноз. Вот, но такой почти стопроцентный момент не использовали футболисты из Фиськов. Да, возвращаясь к теме первого финала. Он был яркий, он был классный. 6-6. Причем мы помним, там были догонялки постоянно. Команды выходили вперед попеременно. Догоняли друг друга. И финал был просто потрясающий. И легенда Дюж-13 тоже был классный финал на осеннем кубке. И я думаю... Дюж-волна только, Дюж-13. Дюж-волна, да, я прошу прощения. И я даже не сомневаюсь, что этот кубок Плариум Украины памяти Бориса Ланевского подарит нам потрясающий финал. Вот помяни мое слово. Я тоже так считаю, что все соперники достойны того, чтобы сыграть в решающие матчи. Ну, хорошо это или плохо, но там их будет всего двое в решающем матче. Тем временем, 10 минут до окончания игры. Счет 4-2. И вот легенда. Сейчас игрок легенды выходит один на один и забивает таки пятый гол. Да. Счет становится 5-2. И мы все ближе к тому, что сегодня команды областные наберут максимум очков. Так? О чем уже было сказано, о чем озвучено. То же самое время, когда в стартовом туре там только Валки смогли выиграть свой матч. Так? Да, только Валки выиграли, но мы видим, как отлично, и это тоже говорит о высоком уровне тренеров, которые работают с этими командами, как за неделю смогли настроить своих ребят и перестроить их, и отработать ошибки тренеры и легенды, и тренеры Балаклеи. И сегодня мы увидели совершенно другую игру в исполнении и той, и другой команды. Ну, а Валки традиционно, конечно, мощная, сильная команда. У них была очень непростая сегодня игра. Ну, я думаю, никого не удивила победа Валок на Дюж-13, так же, как не удивило бы, если бы Дюж-13 выиграли у Валок. Удивил, скорее, только крупный счет в этом матче. Но, опять же, я думаю, он не говорит об уровне Дюж-13 нисколько. Ну, опять же, если обратиться к статистике, то у нас наименее пропускающие команды так раз Дюж-Валки. За два матча они пропустили один гол, так? Я не ошибся? Да, да, так и есть. Ну, вот. И поэтому это действительно стоит отметить. Ну, отметим и Феникс, который за две игры тоже пропустил всего три гола, так получается? Как и ЦПТО-3, собственно говоря. Да, мы видим, что в плей-офф у нас выходят, ну, практически выходят, имеют хорошие шансы выйти. Команды, в которых игра в обороне очень хорошо организована. Это и Дюж-Вална, это и Валки, это и Феникс, и ЦПТО-3. То есть, наверное, потому и не бывает крупных таких результатов в играх против этих команд. Ну, практически не бывает, если только не произошло какого-то серьезного сбоя программы. И потому что команды в обороне играют очень строго. Ну, и, в принципе, этого от них требуют и тренеры. Понимая, что в первую очередь надо не пропустить, а забить, ну, забьем. Ну, вот отмечу, чем была вызвана такая все-таки... Ну, с одной стороны, может быть, и неубедительная победа ЦПТО-3 в первом туре над «Арсеналом». Я общался с тренером ЦПТО-3 после игры, и он сказал о том, что они на матч турнира в памяти Бориса Ланевского приехали с другой игры партии Горького, где они играли против «Динамо» и выиграли 9-0. Он говорит, ребята уже все-таки немножко физически где-то, может быть, подсели. Это в основном уже во втором тайме можно было наблюдать. Ну, а в целом победы добились, то есть, и сегодняшняя игра как раз показала, что у них как раз потенциал очень серьезный. Ну, и тем не менее, в этой группе все будет решаться в том, с какой разницей они обыграют своих соперников. Это если «Феникс» еще обыграет «Арсенал-2», что не факт. Сегодняшняя ничья сделала матч ЦПТО-3. А тоже нельзя сказать, что это будет матч проходной, потому что и ЦПТО может остаться за бортом, правильно, я так понимаю? То есть «Арсенал-2» может выбить или «Феникс»… А, нет, «Феникс» он выбьет, потому что по личной встрече. Нет, если «Арсенал-2» не выиграет у «Феникса», то проходит «Феникс», а если выиграет, то тогда проходит «Арсенал-2». Да, то есть ЦПТО в любом случае выходит в четвертьфинал, я так понимаю, после сегодняшней игры. Ну, если, конечно, не проиграет «Пятихаткам». Ну, скажем так, да, там возможен еще какой-то фантастический сложный вариант, но мы сейчас не будем эти подсчетами, будем реалистами, и ЦПТО-3, скорее всего, 7 очков своих наберет, поэтому… «Феникс» еще придется очень-очень постараться в матче с очень неуступчивой командой «Арсенала». Мы сегодня видели, как она играет. Ну, и мы знаем, что «Феникс», конечно, команда уже сильная, но иногда у нее может случиться так, что игра не идет. Вот, и это может произойти с самыми непредсказуемыми соперниками. Вот, поэтому все-таки, наверное, хорошо то, что окончательно все в этой группе будет решено в последнем туре. Ну, по сути, я скажу, что игра «Феникс» и «Арсенал-2» для обоих соперников – это уже как матч одной-восьмой финала, то есть за выход четвертьфинал прямой, правильно? Да, ты абсолютно прав, так и есть. И то, что действительно этот раунд плей-офф начался уже сегодня, ну, кто-то может, конечно, с этим согласиться. Нет, некоторые матчи по накалу были очень такие серьезные. Сегодня порадовали и только команды из Харьковской области. Сегодня также и порадовали нас, скажем так, содержательной игрой и представители, вот, «Дюш-7», так? Да, 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 первая команда сегодня играла, да. И только потому, что они одержали крупную, такую убедительную победу. Мы сегодня вот лично с Алексеем болели за Алину Городецкую. Она так и не смогла сегодня забить гол. У нее есть уважительная причина. Она приехала с корабля на бал, с другой игры, с турнира в парке Горького. И она играла вторую игру подряд. Но вместе с тем она очень много сделала для победы своей команды. Она придала уверенности команде. Она очень много и очень качественно играла в отборе. Она подключалась к атакам. То есть, конечно, ее роль в игре «Дюш-7-1» она, ну, значительная, скажем так. Она один из лидеров этой команды. Я даже добавлю, мы с Виталием как раз были свидетелями того, что она отдала голевой пас, даже в голевой комбинации поучаствовала. Да, при возыгрыше «Стандарта», мяч там отскочил от перекладины. И после этого добили мяч в ворота. Ну, то есть, можно сказать, что не только словом, но и делом. Так получается, поучаствовала в этом. А вдвойне это почетно, потому что это уже не первая была для нее игра сегодня, как нам стало известно. Ну, тем не менее, вот и в общении с Алиной уже после игры. Она сказала о том, что хочет играть за женскую команду «Лжоустрой». Но большой футбол, да, но большой футбол, она сказала. Вот так. Ну, мы знаем, что у Алины есть приглашение практически от всех женских команд города. И в первую очередь от «Дюш-8» и от «Теслы». Не знаю, отпустят ли ее из «Дюш-1». Это, с одной стороны, она ключевую роль играет. С другой стороны, мы понимаем, конечно, что для ее развития в женском футболе, если такая цель перед ней стоит, такой переход, ну, я понимаю, он должен состояться, потому что там она уже будет играть в женских командах самого высокого уровня. Да, но тем временем уже счет становится… Сейчас мы посмотрим, одну минуточку. 7-2 уже, 7-2 в пользу легенды. Кстати, вот раз мы сейчас эту тему затронули, планируется ли в будущем приглашать на турнир команды, в которые бы играли девочки? Мы приглашали, мы приглашали на этот турнир команду «Дюш-8», но они… ну, просто у «Теслы» я не знаю, есть ли у них детская женская команда. У «Дюш-8» она есть, но мы не совпали по срокам. Другие планы были у команды. Вот. Но мы играли товарищескую игру с женской командой «Дюш-8». И я тебе хочу сказать, что они бы как минимум не потерялись на этом турнире. И я даже думаю, что как минимум за кубок «Золотая середина» они бы боролись. А не та ли эта команда, с которой перед началом этого турнира играл «Феникс» как раз на парке Горького? Это другая, да? Нет. Это была другая команда. Но тоже «Дюш-8». Это «Дюш-8», но это не женская была команда. Там были девочки, но там… это команда мальчиков. «Дюш-8» – она команда не шестого года. Она играет по шестому. Ну, там, конечно, постарше девочки есть. Что, в принципе, нормально. Я не думаю, что тренеры других команд бы возражали. А возвращаясь к теме Алины Городецкой, я хотел бы напомнить, что она уже становилась лучшим игроком турнира у нас. И недавно в «Золочеве», вот, коль мы уже говорили о турнире в «Золочеве», она тоже была признана лучшим игроком турнира. Вот такие достижения. Да, такие достижения. Причем не там, не там. В обоих случаях это… Ну, вот еще один курьезный момент. При счете 7-2 не замыкает игрок легенды мяч в пустые ворота. Впрочем, это не портит. 8-2, да. Но мы видим, что это нисколько не портит ему настроение. Ну, вот сказал, что он бил щекой. Надо было, наверное, ногой все-таки бить, да? Да, ну, может и левой. Не знаю. Я, по сути, пока, наверное, только количество голов угадал, когда сказал, что 5-5 их будет 10. Их реально пока сейчас 10 в общей сложности, да? Общее количество мы угадали, а там уже… А там уже, да. Вот то же самое можно будет сказать и по окончании турнира. Мы участников назвали точно. А какие места они займут, это уже не важно, да? Для нас это принципиального значения не имеет. «Феникс» организатор этого турнира. Но в первом же своем турнире, мы все прекрасно помним, «Феникс» занял восьмое место. Самое последнее. Проиграв всем абсолютно командам турнира. И вот матч окончен. И наша темная лошадка в прямом переносном смысле, ребята в черных футболках, сегодня наконец-то одержали первую победу со счетом 8-2. Команда «Легенда». Во-первых, они подправили немножко общую разность забитых и пропущенных мячей. Во-вторых, просто перед заключительным туром группового раунда могут немножко перевести дух.